Вселенная бескрайна, она не имеет границ и может строить себя сама. Что такое Антарес-Универсо? Антарес-Универсо тоже не имеет никаких границ. Единственное ограничение это ваша собственная фантазия. А теперь Антарес-Универсо может строить себя сама. Сегодня я научу вас зажигать новые звезды. Давайте мы упростим довольно часто встречающуюся ситуацию, когда нам надо инстансировать объект. Обычно в Юнити для этой задачи нам необходимо провести несколько действий. Создать объект, установить его позицию, установить его время жизни, получить объект обратно, возможно взять его трансформ. Давайте все это вместе объединив в один маленький контейнер. Я научу вас сделать логические контейнеры. Назовем их звездами в нашей новой вселенной. Так, к примеру, мы пойдем следующим путем. Мы добавим взрывы туда, куда я буду кликать мышью. И эти взрывы мы будем инстансировать. Итак, сделаем контейнер. Что нам надо для этого? Мы хотим создать объект. Следовательно, нам надо использовать InstantItem. Копировать мы будем, скажем, одно это мы потом добавим. Так, сделаем проще. И получим с него трансформ. Так, и он же нет, трансформ. Так. Для создания контейнера нам необходимо хотя бы два блока. Вот мы два этих блока поставили. Теперь выделяем их. Правой кнопкой нажимаем. Выбираем окошечко Select Settings. В смысле. И нажимаем команду Move in Container. Открывается диалоговое окно. Все контейнеры в проекте хранятся в папке VisioContainers. Здесь мы можем создать любое количество подпапок, какие нам удобно. Вложенных папок. И мы сделаем папку GameObject. И назовем наш prefab, который является контейнером. ReadInstance. Сохранить. Готово. Теперь сохраним сцену, чтобы prefab сохранился. Теперь мы можем найти его здесь. Новая папочка, Containers. В ней появилась папка GameObject, а в ней контейнер GridInstance. Вот наш созданный контейнер. Исходные блоки мы можем спокойно удалить. Что мы имеем? Мы имеем закрытый бокс, не имеющий входных параметров, выходных параметров, не имеющий триггеров на входе, на выходе. Нам надо их настроить. Это очень простой и в чем-то даже увлекательный процесс. Открываем инспектор. Видим здесь кнопочку OpenContainerGraph. Открываем ее. Вот наш код. Теперь нам надо добавить входной триггер, для того, чтобы выполнить этот код. Для этого мы открываем Containers, Workflow, Trigger. Выбираем TriggerIn. Даем имя Crite. Ну и сразу добавим выходной триггер, который назовем Don. Итак, определим нашу задачу. Еще раз. Мы хотим инстанцировать объект, назначить ему позицию и вращение, и на выходе получить его GameObject и сразу его Transform. Значит, нам надо три входных переменных. Это исходный объект, позиция и вращение. И две выходных переменных. Это GameObject, созданный, и его Transform. Давайте создадим входные переменные. Для этого мы идем опять в папку Containers, Workflow, Container Variables. Теперь нам надо назначить тип переменных, задать им имя и создать их, собственно. Для этого здесь будет у нас переменная исходный объект. Для создания, задания типа, мы просто перетащим нужную переменную, нужного типа, переменная Object, из блока InstantAid. На тело этого блока Container Variables. Все, тип назначен. Теперь открываем инспектор переменной и задаем ей имя. Раз это входная переменная, нам надо сохранить обязательно вот этот вот префикс, in, slash. А имя мы можем задать любое. Пишем SourceObject. Нажимаем кнопочку, от блока Variables. И выбираем ее для этого блока. Отлично. Готово. Первая переменная добавлена. Отдаем ее блоку. Далее нам надо получить позицию и вращение. Поэтому берем вектор 3. Кидаем сюда. Называем ее Position. Повторяем наше действие. Переменная готова. Соединяем. Осталось добавить вращение. Выбираем имеющийся блок. Для быстрого копирования нажимаем Ctrl-D. Выбираем ему тип Коттенион. Задаем ему имя. Добавляем. Выбираем. Соединяем. Назначаем переменную. Отлично. Теперь у нас будет создан новый объект. Мы получаем с него Transform. Вот автоматический каст произошел. Автоматическое назначение. Нужного типа. И теперь нам надо сделать 2 выходных переменных. Делаются они точно так же, как мы только что делали ОООО переменные. Берем Пустой блок. Означаем ему тип GameObject. Мы можем перетянуть так же отсюда. А можем выбрать Например, вот здесь. Назовем его NewInstance. Назначим блоком. И точно так же сделаем transform наш. Не забываем задать имя и создать, зарегистрировать переменную. Соединяем с выходным триггером. Все. Наша первая звезда. Создана. Теперь мы сохраняем наш контейнер. И можем вернуться к исходному графу. Вот. Звезда перестроила себя сама. Добавила входной параметр. Входной триггер крит. Входной триггер дон. И переменные. Соци. Обжект. Позишн. Rotation. Выходные переменные. NewInstance. NewInstance. Transform. Все готово. Теперь давайте испытаем его. В этом графе у меня есть уже код, который определяет, куда мы кликаем мышью. И мы просто используем его для того, чтобы добавить в точку клика нашего маленький взрывчик. Просто так, для наглядности. Просто так, для наглядности. Вот мы берем линки. Соединяем. Добавим наш объект. Добавим наш объект, который мы будем создавать. Это у нас будет вот такой маленький взрывчик. Позиция у нас берем отсюда из хитпоинта, из рейкаста. Вращение оставляем по умолчанию. Все готово. Давайте посмотрим, как это будет работать. В месте, куда мы кликаем мышью, создается наш скопированный объект. И происходит маленький взрыв. Сейчас посмотрим, как это работает внутри. Так. Наш контейнер, обратим внимание, смотрим в бакс. Вот он сработал. Выходные параметры. Все на месте. Объект самоуничтожился, поэтому не исчезли. Так. А также мы можем посмотреть внутри контейнера, как он работает. Это уникальная возможность, особенность Antares Universe. Возможность видеть, как работает ваш визуальный код. Эта возможность недоступна ни одному из наших конкурентов. Нигде более вы не сможете так наглядно и так удобно отслеживать выполнение вашего кода. Откроем контейнер. Вот он у нас. Создадим очередной взрывчик. Так. Вы видите, блоки быстренько прокраснели. Это значит, что в этом кадре произошло выполнение их кода. Каковы ли у adore водой. Так. 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 А потом накидет написать вообще влияет... Таким образом, за считанные минуты мы создали новый удобный блок, который вы можете использовать сколько угодно раз в любом вашем коде, в любом другом вашем проекте, где угодно, везде, где это понадобится. В следующем видео я покажу, как легко и просто сохранить ваш префаб для переноса в другой проект, как сделать из него пакетж.